Приветствую вас. Я, честно-честно говоря, не считал ответы, которые вам давали мои коллеги, это было бы слишком долго, вот, и нерационально, поэтому извините, пожалуйста, задание, если что-то из того, что я скажу, будет перекликаться тем, что сказали мои коллеги. Условно говоря, паранойя ревности, мы говорим именно о такой паранойи, паранойя ревности, можно разделить на две части, первая часть составляет, собственно, паранойя, и вторая часть составляет, собственно, ревность. Дело в том, что, хотя паранойя и ревность связаны между собой, все же и паранойя, и ревность имеют под собой несколько разные корни, несколько разные основания и несколько разную природу. Начнем мы с вами, пожалуй, с паранойи, потому что это наиболее, на мой взгляд, нераскрытая история. Я не отрицаю того факта, что ваше состояние связано именно с ревностью, и что ревность является первичной историей, но паранойю нельзя недооценивать как таковую самому по себе. Смотрите, в чем заключается суть паранойи? Суть паранойи заключается в том, что человеку что-то кажется, человеку что-то мерещится, и ему все говорят вокруг, что это не так. То есть, его все убеждают в том, что это не так. В том, что он не прав, в том, что он видит не так, как на самом деле обстоят дела и прочее, прочее, прочее. Вот. То есть, основная проблема паранойи, условно говоря, в непонятости. Его не понимают, его не слышат, его не воспринимают всерьез, к нему не прислушиваются. А вам кажется постоянно, что молодой человек там с кем-то встречается, да, там с кем-то общается, и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Вот, как бы это страшно не прозвучало, но необходимо признать, что что-то между вами не так. Либо кто-то не удовлетворен в отношениях, либо кто-то через чур, например, собой жертвует, либо у кого-то из вас есть проблемы, трудности и так далее, то есть, что-то между вами не так. Вот это нужно признать. Признать это нужно вам, потому что паранойя у вас. И обратите внимание на этот момент. В основе паранойи всегда лежит объективный фактор. Да, раздутый до, там, голосальных размеров. Да, он, по сути, напоминает горошину из сказки «Принцесса на горошине». Вот. Но он есть этот объективный фактор. И пока он не будет признан, пока он не будет увиден, пока он не будет интегрирован в вашу психологическую реальность, паранойя будет сохраняться. По крайней мере, основание для паранойи будет сохраняться. И здесь в силу, в действие вступает ревность. Точнее, ревность здесь, она как таковая не проявляется, а проявляется основание для ревности. Основание для ревности, я думаю, мои коллеги вам расписали. Это в силу страх одиночества, неуверенность в себе, низкая самооценка, сравнивание себя с другими людьми, ну и достаточно такое акцентрированное отношение к сексу. Вот. Плюс неудачный опыт доверительных отношений, как у вас лично, так и ваших близких и родных. Но, неуверенность в себе, низкая самооценка, страх одиночества, возможно. Порождает то, что вы обесцениваете вещи, что вас волнуют. Порождает то, что вы пытаетесь, у вас не получается, но вы пытаетесь, закрыть глаза на то, что не так. Вы пытаетесь не обращать внимания на то, что не так. Вы слишком сильно зависите от мнения других людей по волнующему вас вопросу. Ну, например, вы зависите от мнения молодого человека по вопросу того, не изменяет ли он вам. Да, к примеру. Вот. Или не обманывает ли он вас и прочее, прочее, прочее. Да, кстати, еще одна проблема ревности, это проблема доверия. То есть, вот тут вот вы не можете поверить молодому человеку в том, что он только с вами, да? И не можете расслабиться, не можете довериться, потому что для того, чтобы довериться, вам нужно на другого человека опереться, а доверие опирается на себя. Так вот. Неуверенность в себе и низкая самооценка позволяют вам не принимать в серию то, что является основой для паранойи, не признавать это. Тут может быть еще и страх, конечно, страх, что это действительно и так на самом деле, но, как правило, то, чего человек, то, по поводу чего у человека паранойя, в данном случае у вас паранойя по поводу обмана, измены и прочее, на самом деле истинного, истинного факта не отражает. То есть, истинный факт заключается, я уже говорил в чем? В том, что молодой человек, скорее всего, чем-то не удовлетворен в отношении к слабе. Вы это знаете, вы ничего не делаете, чтобы это исправить, и, соответственно, начинаете бояться, что он будет это искать на стороне. Вот. И боитесь вы этого совершенно не напрасно. Если молодой человек не удовлетворен, он будет искать удовлетворение на стороне. Рано или поздно, в том или ином виде, он это, скорее всего, будет делать, либо в противном случае, если этого не произойдет, у вас начнутся скандалы, у вас начнутся ссоры, у вас начнутся конфликты, разногласия и так далее. Вот. Поэтому, в том, что касается паранойи, ситуация заключается в том, чтобы признать тот факт объективный, который лежит в основе того, по поводу чего у вас паранойя. Это не является тем логическим фактом, который вызывает у вас паранойю. Это является чем-то более глубинным, но, тем не менее, он, этот факт реалит. Признание его, интегрирование его в вашу психологическую реальность, изменение своего поведения в соответствии с этим фактом по отношению к себе и по отношению к молодому человеку, возможно, еще по отношению к некоторым людям, является основной задачей. Вот. Поскольку паранойя здесь представляет из себя разновидность тревоги, точнее, повышенную, ну, такую более развитую форму тревоги, тревожности, можно сказать, что вы просто какие-то вещи игнорируете. Возможно, неприятные, возможно, сложные для себя, но игнорируете. Для случаев развивается паранойя. Потому что те вещи, которые происходят в жизни каждого человека, они его так иначе содевают. И если человек не обращает внимания на них, то развивается привозным. Вот. Что касается ревности, то здесь вот в целом, помимо того, что уже сказал я и помимо того, что уже сказали мои коллеги, я думаю, здесь можно выделить излишнюю концентрированность вашего внимания на молодом человеке. То есть, что это значит? Это значит, что молодой человек для вас слишком сильно важен. Слишком важен, слишком значим, слишком ценен и так далее. Слишком. Что значит слишком? Слишком это значит, что вы ставите его грубо выше себя. То есть, он мне дороже, чем я сама. Я его интерес ставлю выше, его значим оставлю выше своей. Он не нужен, без него я не могу. Без него я не проживу. Вот грубо говоря, значим от молодого человека порождает все остальное. Причины, которые к этому привели, опять же, были уже раскрыты. Вот. Я бы добавил сюда проблемы личных границ и склонность к слиянию. То есть, у вас есть попытки слиться с партнером. Вот. Ну, психологически я имею в виду. Но все заключается именно в этом, что молодой человек вам для чего-то очень сильно нужен. Без него вы не сможете получить то, что вам нужно. Без него вы не сможете поддерживать свою личностную гармонию и равновесие. И вот, необходимо определить, во-первых, что это, что вам необходимо для поддержания личной гармонии и равновесия. Во-вторых, учиться, это реализовывать своими собственными силами. Без молодого человека, в том числе против Бородина, в случае получается так, что вы слишком много делаете для того, чтобы быть молодым человеком. Это, в свою очередь, влечет то, что вы много делаете для него. Если вы много делаете для него, то вы в нем распоряетесь. Если вы в нем распоряетесь, то молодой человек не видит вас в себя. Он не видит вас в вас, потому что вы свои интересы предоставите защищать. Вместе с тем необходимость в том, чтобы защищать себя и защищать свои интересы присутствует. И поскольку она присутствует, ну вот необходимость, то проявляться она может именно в том, что вы будете, там, вот, к примеру, ревновать чрезмерно и, в общем-то, устраивать какие-то сцены ревности, там, истерики и прочее, прочее, прочее. Ну вот, само по себе это, может быть, и было бы нормально, потому что, ну, ревность, сцены ревности возникают у практически всех парз и связано это с естественными периодами спада эмоциональности в отношениях и прочее. Но в вашем случае, как вы понимаете, это приобретает такой адективный характер, вот. И понятно, что хорошего из этого ничего не выйдет и не получится. Поэтому речь идет здесь именно о снижении значимости молодого человека для нас вообще. Что предполагает работу именно с вами и предполагает личный рост. вот, который ведет к отказу от восприятия любовного партнера, как вещи, как принадлежности, ну, как, вот, собственности такой. И предполагает более ценностную, эээ, так сказать, природу человека. Вот. Эээ, такой вот ответ вам, в принципе, можно дать. По поводу того, лечится ли ваше, ну, состояние, да. Эээ, нет, психологи не лечат, психологи не занимаются лечением. Параноидальное состояние считается болезнью, но болезнь это считается при достаточно серьезной форме. Эээ, болезнью может считаться и бред ревности, но, опять же, при очень серьезной форме, в очень серьезной форме, как правило, при наличии прямой угрозы жизни человеку. То есть, если вы, там, вот, угрожаете своему мужчине, типа, вот, что, все, ты мне изменил, я знаю. И, там, грозит все битье, и кого-то из тех, кого вы подозреваете в любовных связках с молодым человеком, вот, в этом случае это можно считать бредом ревности и, соответственно, в таком случае это болезнь. Вот, необходимо понимать, что любая болезнь, если это болезнь, лечится медикаментозно. Эээ, медикаменты не работают с причиной, они работают с симптомами, они снимают симптомы, они снимают ваше состояние и облегчают работу с причинами. Поэтому психотерапия вам в любом случае нужна, с медикаментами, либо без, вот. Эээ, не нужно думать, думать, что вы просто возьмете и избавитесь от тех ощущений, которые сейчас у вас есть, потому что эти ощущения, они часть вас, они свидетельствуют о том, что вам чего-то не хватает. И вам нужно что-то в себе менять, до тех пор, пока вы это не поменяете, до тех пор, пока вы не измените, до тех пор, пока вы не станете более самостоятельным, более независимым, более уверенным в себе человеком, пока вы не начнете культивировать любовь к себе, эти переживания будут так или иначе. Потому что то, о чем мы сейчас говорим, то, о чем говорите вы, то, о чем говорил я, и то, о чем говорят последние мои коллеги, это вообще неестественные потребности. Естественные. Просто удовлетворенные или удовлетворяющиеся неправильным образом, точнее деструктивным образом. Деструктивным образом это означает, что в результате процесса удовлетворения вы наносите вред себе и другим людям. Так мой ответ можно дать вам. Давайте я сейчас прочитаю еще у вас текст. Я в отношениях третий год, вот почти на протяжении всего этого срока, мне кажется, что у молодого человека кто-то и есть, так сказать, общается, то, когда мы не рядом, он уходит к другим женщинам. Ну, здесь, опять же, есть ощущение, что вы боитесь отношений. То есть очень часто люди, которые боятся близости эмоциональной, духовной и в том числе и сексуальной тоже, могут вот испытывать подобные муки, им кажется, что их партнер, он там, им изменяет. И действительно же не хотят, чтобы он изменял, чтобы появилась возможность с ним расстаться, и чтобы избежать вот этого близкого доверительного контакта, которым люди тяготятся. Близкий доверительный контакт может тяготить в том случае, если, ну, есть проблемы с доверием, как я уже сказал, да? Вот, это нужно рассмотреть более подробно, но, честно, наверное, углубляться в это я не буду, потому что непонятно, есть ли у вас проблемы с доверием или нет. Это понятно, что они есть, но насколько актуальны, они не очень понятны. Поэтому, такая же тема, эта тема пока казаться не буду. Я. Дальше. Этого точно нет, так как есть куча подтверждений, что нет общения и встречи на стране. Ну, понимаете, Анастасия, вот вы сами себе вредите, вы говорите, что есть куча подтверждений. Я думаю, что подтверждение уже означает, что вы сомневаетесь, и это не так работает. Вам необходимо перестать бояться в принципе того, что молодой человек может что-то сделать. Для этого вам необходимо для начала определить, а какое же значение для вас имело бы, если бы молодой человек действительно встречался с кем-то на стороне и ходил к женщинам. Вот какое значение для вас это имело бы? Ну, Анастасия, если мы говорим о даже психотерапии, то психотерапия невозможно самостоятельно. То есть, вам нужно будет выбрать психолога и начать с ним работать. На этом все, надеюсь, что помог вам. Если понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Желаю вам всего самого доброго, удачи, надеюсь, что ситуация разрешится.